Всем привет, друзья! Сейчас мы протестируем и покажем вам автотовары с Алиэкспресс, которые по заявлению продавцов словно наделены чудодейственными свойствами. Ну что ж, проверим! Начнем с этой пленки. Отрезаем от этого прямоугольника кусок, подходящий по форме бокового зеркала заднего вида. Отклеиваем от нашего кусочка слой пленки, который защищает клеевую сторону. Предварительно смочив зеркало мыльной водой, прикладываем пленку и выгоняем все образовавшиеся пузырьки воздуха за края пленки пластиковым шпателем, который идет в комплекте. Осталось только отклеить синюю защитную пленку. Готово! Как заявляет производитель, эта пленка обладает олеофолдными свойствами и она будет отталкивать воду. Проверяем! На ней действительно не остается ни капли воды. Теперь сравним с зеркалом без водоотталкивающей пленки. Ну, в такое зеркало сложно будет разглядеть что-либо. Ставим этой пленке большой плюс, она действительно способна сохранить вам хорошую видимость в дождливую погоду. А в комплекте с этой маленькой бутылочкой идет небольшая губка и ткань из микрофибры. Наносим немного жидкости из тюбика на губку и медленно покрываем ею поверхность кузова автомобиля. Оставляем поверхность на 2 минуты для того, чтобы жидкость застыла. Затем растираем ее тряпкой из микрофибры, тем самым разогревая образовавшуюся пленку, выравнивая ее поверхность, устраняя разводы. После проведения процедуры, та часть капота, на которую нанесли покрытие, выглядит заметно лучше, более гладкой и глянцевой. Но мы купили эту жидкость не для этого. По заявлению производителя, это покрытие отталкивает воду, что будет весьма актуально весной во время дождей. Проверяем! Отлично! Пока китайцы меня удивляют. Тюбик всего за 15 долларов действительно поможет вам немного сэкономить на мойке и сделать автомобиль более красивым. На части капота без покрытия вода держится небольшой пленкой, на покрытой части вода скаталась в небольшие капельки, которые легко можно смахнуть тряпкой или они сами скатятся под воздействием ветра на скорости. На ощупь эта часть капота тоже более гладкая. Если нанести это покрытие в несколько слоев, то блеск автомобиля будет еще более заметным. Ставим этому товару жирный плюс. Все автомобилисты знают, что щетки стеклоочистителя быстро приходят в негодность и начинают оставлять после себя вот такие полосы. Эта маленькая штуковина должна отреставрировать щетки до первоначального состояния. На каждой из сторон есть абразивное покрытие, напоминающее наждачную бумагу. С одной стороны крупнозернистая, с другой мелко. Проводим грубой стороной по щетке несколько раз. Переворачиваем и повторяем то же самое. После этого щетки должны работать практически как новые. Проверяем. Это поразительно! После щетки полос стало гораздо больше и они стали крупнее. Этот товар годится только для того, чтобы испортить щетки стеклоочистителя соседу, который вызывает у вас море зависти своим новеньким лексусом. В общем, ставим этому товару жирный минус и отправляем его на законное место. Еще в небольшом пакете мы получили 4 небольших бруска, напоминающих пластилин. Называется этот товар синяя глина. Слегка смочив глину водой и потерев ею о загрязнении от почек, деревьев или битума. Ммм, неплохо! Она оттирает их за несколько секунд, собирая на себя все эти загрязнения. Также можно убрать следы чужой краски с ваших фар, если вас на парковке задел другой автомобиль. Ну или вы задели. Все дело в том, что глина представляет из себя мягкий абразив, который не сильно повреждает твердые материалы, но при этом хорошо справляется с липкими загрязнениями. На пластике фары не видны царапины от глины, как от абразива. Глина хороша не только для автомобилистов. По заявлению производителей, она универсальна. Ей можно очистить сильно загрязненную посуду, сантехнику и, в принципе, все, что угодно. Поле применения этого товара ограничивается только в вашей фантазии. Ставим этому товару жирный плюс, так как он целиком и полностью отвечает своим заявленным характеристикам и при этом стоит всего 2 доллара. Товар определенно полезный, как заявляет партнер выпуска Letyshops, во всем должна быть польза, поэтому даже в самом сонном месяце года, при тотальной нехватке солнца и тепла, Letyshops проводит акцию, самую ленивую распродажу года, киберпонедельник. Хотя лениться все равно не стоит. Скидки достигают до 35%. Акция стартует уже в этот понедельник 28-го и для того, чтобы купить со скидками технику, гаджеты и другие полезные вещи на Алиэкспресс, не потребуется никаких дополнительных усилий. Еще и возможность вернуть повышенный кэшбэк до 22% от суммы покупки. Устанавливайте расширение, чтобы максимально упростить процесс покупки на распродаже и дальше покупайте, как обычно. Кстати, на сайте есть подборки самых популярных топовых гаджетов для покупки в этом году. А еще во время распродажи и кофеварку с новеньким PlayStation'ом выиграть можно. Оставлю-ка я ссылочку в описании. А в этой алюминиевой баночке находится воск для автомобиля. Нанеся немного воска на тряпку из микрофибры, нужно хорошо растереть его на поверхности лакокрасочного покрытия. Воск образует небольшую пленку на автомобиле, которая должна хорошо отталкивать воду. На ощупь автомобиль стал очень гладким, словно дорогой смартфон с хорошим олеофобным покрытием. Ну что ж, проверяем, на что способен воск в дождливую погоду. Отлично! Капли хорошо скатываются с капота. Даже лучше, чем после нанесения жидкости из этого тюбика. Однако жидкость из тюбика лучше создает глянец на поверхности автомобиля. В общем, ребята, воску ставим жирный плюс, тем более, что он стоит всего 9 долларов. Для любителей полакомиться сладостями за рулем китайцы придумали товар, который не займет много места в бардачке. Этот мини-пылесос работает от двух пальчиковых батареек и весьма неплохо собирает крошки как с сидений, так и из подстаканников. Товар тоже от меня получает жирный плюс. Напишите-ка в комментарии, какой товар вы считаете самым полезным. И не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео. Кликайте по аннотациям справа, чтобы посмотреть новые видео на канале. До скорых встреч!